Я очень больна у людей, у всех у нас, в связи с этим плохим питанием, с этой некачественной водой, с нашим образом жизни. Люди живут, даже если хорошо, они живут в своих времянках, они живут где-то в трущобах. Я требую отставки этого Токаева, его правительства, этого наследника Назарбаева. Назарбаев, я не знаю, он играет в свои какие-то подпольные игры, то он, я не знаю, ушел делать пластическую операцию и исчез, или он умер. Там они власть делят, но я требую, чтобы весь Назарбаевский клан, вся эта система, которая была построена на этом Назарбаеве, чтобы эта вертикаль власти, которую выстроил этот советский урод, этот Назарбаев, мы все выходцы из Советского Союза, было что-то там и хорошее, но Назарбаев из Советского Союза вынес самое худшее. Он выстроил вертикаль власти, которая все только жизнь, и тогда, и сейчас существует только для самого верха. Самые нищие должны пропадать, должны умирать. Я требую отставки полностью этого правительства, этого Токаева, этого массива, который КНБшник перекрывает нам кислород, делает интернет закрытым. У них, у самих, конечно, им хорошо. Дома в Швейцарии, дома в Европе, дома в Дубае, Америка, все у их ног. А мы здесь должны умирать от беспросветной жизни. Мы даже не можем выписать лекарства, мы не можем пойти в аптеку, купить лекарства, все по рецепту, даже самая мелочь. Мало того, что они нас лишают врачей своей оптимизации, они еще нас лишают возможности самим лечиться, на все требуя рецепты. А попасть к врачу, это врачей нету, это надо с утра до вечера сидеть. Конечно, у нас много безработных, не знаю, у нас сколько процентов безработных. Я уверена, что больше 50% в стране безработных. Эту статистику я как-то упустила посмотреть. Я возмущена, я возмущена, я возмущена. Это воровская, это организованная преступная группировка, это банда, которая сидит у нас во власти, которая все узурпировала, все наши национальные богатства, все природные ресурсы. Им всего мало, мало, мало. Они уже дошли даже до этого воздуха. Они уже не дают нам дышать воздухом. Я как одиночный пикет, я не знаю, насколько разрешен. И об этом можно говорить бесконечно, потому что предел, как сказать, нет предела, говорят же, совершенства. В нашей стране показывают, что нет предела этому бандитизму, который устроили во власти эти узурпаторы, эти дегенераторы, эти дегенераты. Так, у меня все, я требую, чтобы эта власть ушла полностью, рыба гниет с головы, эту голову. Если они не хотят полного возмущения народа, а если они не хотят здесь полной анархии, чтобы люди голодные, больные, злые не вышли на улицы и не снесли их одним махом, они должны сами добровольно уйти или хотя бы пустить свежую струю. Пусть меня возьмут, депутаты. Пусть меня пропустят в парламент. Пусть они не берут своих опять. А я знаю, одно место в парламенте стоит 100 тысяч долларов. Сейчас, может быть, у них ставки выросли. Пусть меня, я требую, я, Аблухаирова Алия, житель города Уральск, Западно-Казахстанской области, требую от господина Токаева, от господина Масимова, от всех чиновников, от кого это зависит, зависит, чтобы меня пропустили в парламент. Я требую, это мое право согласно Конституции. Не только в президенты, а везде я имею право участвовать, избирать и быть избранной. Я требую, чтобы меня пропустили в парламент Казахстана. Все, спасибо вам большое.